Прямо с плафона. На неё тепло. Влад совершенно случайно вернулся домой. Забыл документы. На пороге встретил испуганную и мокрую насквозь собаку Эльзу. С потолка капал кипяток, в комнатах по щиколотку воды. На смарку недавно сделанный ремонт. В квартире 80 квадратных метров. Не пострадала только детская. В ней, вероятно, семье пока и придётся жить. Ребёнок звонит, говорит, мам, мы никуда не едем, потому что нас топят. Я поднимаюсь. Вода в подъезде, на площадке. У нас общий коридор в коридоре вода, на площадке вода. Мы глубиной просто, не знаю, сантиметров, наверное, 10 вода кругом. До сих пор вот она течёт. Мы уже три часа как убирали здесь воду. Немногим лучшей ситуацией у соседей снизу выяснили. Топят с восьмого этажа. Быстро остановить воду не получилось. Хозяина квартиры дома не было. Соседи предполагают, он где-то за городом. А в лучшем ТСЖ фрегат, о чём свидетельствует благодарственное письмо на стене, тоже не пошли навстречу. Заявили, нужно ждать три дня. Жильцы самостоятельно обратились к слесарю, который и перекрыл воду. После заявление о пострадавшей от потопа семьи всё же приняли, когда увидели телекамеру. Вообще, лето – сезон подобных потопов, когда все разъезжаются по отпускам. Вы понимаете, глубина воды, да, чувствуете? И это в каждой комнате. Это не только в гостиной. По словам юристов, самое важное, если вас затопили соседи сверху, обеспечить себя документом, подтверждающим факт нанесённого ущерба. То есть обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они должны направить слесаря, который перекроет воду. Попросить помощи у соседей, они будут свидетелями. И в случае необходимости подтвердят всё в суде. Обязательно понадобятся фото и видео материалы пострадавшей квартиры. Дальше нужно составить акт пострадавшего имущества. Если с виновником не удастся решить проблему полюбовно, то следующий этап – суд. А пока жителям половины подъезда 121-го дома придётся жить без воды и света. Екатерина Усатенко, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.